Сегодня объезд. Нужно объехать большое количество объектов. Наедим, наверное, сегодня километров 400. Сегодня большой объезд. Мы покажем, какие дома. Потому что география нашего строительства достаточно обширная. Но ездить нужно. Ездить нужно. Контроль – это качество. Ну что, первый объект. Он у нас самый дальний и самый большой. Здесь мы уже говорили. Здесь у нас большой цокольный этаж. Он будет живым. Соответственно, там будут не просто технические помещения, а будут помещения живого назначения. Мы сделали здесь такой фонарь. Пойдемте покажу, чтобы естественный свет проходил. Так как здесь жилой этаж, он полноценный, невысокие потолки, нужен естественный свет. Поэтому мы применили такую технологию, такого светового фонаря. Здесь будет лежать стекло. И пускай не полностью, но какой-то солнечный свет сюда будет проникать. Зато здесь идею здесь организовать такой летний сад, зимний сад небольшой, который будет немножко как бы вносить определенный колорит в это помещение. А так, что мы сделали? Мы закончили гидроизоляцию. Мы закончили утепление. Самое главное, что мы обваловали цокольный этаж с трамбовкой. Мы трамбовали каждый там полметра грунта, потому что мы здесь делаем дополнительные еще веранды, которые заказчик попросил сделать теплыми. Соответственно, там необходимо делать капитальный фундамент. И так как грунт был свежий, в конечном итоге мы очень сильно трамбовали. Вот сейчас мы будем делать, заливать спа-комплекс и объединять их между собой. В целом, выходим на ноль. То есть будем делать подливку под первый ряд. Я думаю, что дней через 10 мы начнем сборку этого дома. На сборку приедем, снимем, как это получается. Но это огромная работа. То есть залить, сделать полноценный цокольный этаж, это очень большая работа. На это у нас ушло порядка трех месяцев. Он большой. Поэтому здесь все идет нормально. Давайте пройдем к спа-комплексу, где вяжут арматуру. Посмотрим, что делают там. Спа-комплекс. Это поменьше помещение, потому что здесь помимо цокольной части, еще где я сейчас стою, будет сделана часть не цокольная. То есть какие-то жилые помещения, переход от основного здания сюда. Эти здания соединены теплым переходом. Мы практически подготовили. Сейчас идет усиление. И будет заливка одновременно с той частью веранды, которая стала теплой, и цокольной частью. В принципе, мы думаем успеть до холодов сделать основные стены, залить основание бассейна. Потом, когда уже наступит холода, будем накрывать какую-то часть, будем накрывать, греть. И сможем залить уже и в холодное время. Потому что, скорее всего, уже монтаж деревянной части на спа будет зимой. Потому что нам надо успеть до обильных дождей. И то мы так попадем в дожди. Это сделает деревянную часть на основном доме. Ну, и потом перейдем сюда. Я думаю, что за зиму мы все соберем. Зимой мы уже войдем в отделку основного дома. И к весне войдем в отделку цокольного этажа. Цокольный этаж. Вся площадь, что вы видите, это порядка 200 с лишним квадратных метров. Не будет точно, не знаю. Будет жилой. Что здесь будет? Здесь будет черновая кухня. То есть, заказчик не хочет, чтобы были запахи. Здесь будет черновая кухня, где будет готовиться еда. И по лифту подниматься вверх. Также здесь будет комната отдыха для персонала внизу. Соответственно, будет, где мы сделали световой карман, будет сделан дом для творчества, чтобы дети могли заниматься творчеством. Будет сделано что-то вроде кинозала. И техническое помещение, где будут находиться все системы жизнеобеспечения дома. То есть, это тепловой пункт, прачечная и прочее дело. Все это на круг. Вот занимает всю эту площадь. Поэтому там большая высота потолков. Делалась серьезная гидроизоляция. Будет сделана система вентиляции приточно-вытяжная, чтобы там было комфортно находиться. Как получится, покажем дальше. Пока что мы закончили этот сложный путь. Теперь пойдем то, что нам знакомо больше всего. Строить деревяшку. СПА-комплекс здесь будет переливной бассейн, поэтому необходим подвал. Соответственно, что здесь будет? Здесь будет 15-метровый бассейн. Здесь будет СПА. Будет хамам и баня. И будет небольшая комната отдыха, где гостевой дом, скажем так. Гостевая часть этого дома, одноэтажная. Вот и все. Ну что, приехали на новый объект. Здесь идет у нас же финишная отделка. Мы покрасили стены. Сейчас вот монтируем потолки. Вам покажем, что получается. Такой дом в таком стиле шале. Ну, вы знаете, вначале у меня было ощущение все темновато, но когда начинаем все это уже заканчивать, вроде ничего. Выходим на финишную отделку. Здесь уже полы подготовлены под финишное покрытие. Здесь будет доломит. То есть мы сейчас дадим эти спальни, и в принципе здесь можно будет заматься полами, наличниками, комната готова. Также мы построили гаражно-котельно-административный корпус. Там есть квартиры для помощников по дому, есть котельная и есть гараж. Очень интересный получился вариант. Мы отдельно туда подойдем и посмотрим. Мы заходим в лестничный холл. Справа у нас спальная зона, вообще зона хозяев, там кабинет. И спальная зона слева у нас столовая. Ну давайте начнем с посередине зал. Это каминная часть. Сейчас сложно что-то понять, потому что идет строительный процесс. Ну так, в двух словах. И зона столовая. Здесь будет находиться столовая. Видите, здесь идет чистка как раз всего участка. Тут же перемалывают в мульчу. Уже стало немножко посветлее и лучше. Это столовая. Это кухня. Мы набираем потолки. Вот видно, видите, уже, чтобы потолок был симметричный, делаются обманки такие. Вот видите, вот угол. Потому что реально здесь немножко по-другому. Чтобы было домиком сделано, и не было вот этих ендовых, потому что они некрасивые. Мы делаем обманку. Вот видно, что есть конструкция уже смонтирована. И уже начнем вот эти, пазы стоят. Обратите внимание, пазы, которые будут набираться вагонкой. И будет ощущение, что это домиком. И вот этих всех ендовых и прочих дел, которые здесь есть, видно не будет. Потому что они создают такой шумный потолок. Он будет достаточно ровным и правильным. Ну, идемте дальше. Через каминную зону мы проходим в зал. Мы не будем подробно останавливаться на зале, потому что он сейчас здесь полным-полно строительного материала. Пойдемте и перекрыть второй свет. Пойдемте сразу в спальную зону. Там степень готовности выше. Есть у нас по дороге туалет гостевой. Туалет мы делаем в последнюю очередь, потому что заказчики как только приобретут все, что нужно для туалета, мебель, санфоянс, тогда мы под него начинаем разводить коммуникации. Знаете, мне нравится этот проект, что хозяйская зона изолирована от всего. То есть вы находитесь в отдельном таком помещении. Видите, небольшой холл. Здесь большой, очень приличный санузел с окном у них. И вход в кабинет. Светлый, просторный, замечательный кабинет. Мне очень нравится. Здесь уже монтированы потолки. То есть, по сути дела, отделочные работы в кабинете на завершающей стадии. Коммуникации разведены. Осталось сделать полы, наличники и все. Все остальное, еще неделя, потолки смонтированы и будут закончены. Также, здесь уже все. Это финишный пол. Ну, не финишное, финишное покрытие для пола. Теплые полы размещены, разведены. Здесь осталось просто положить финишный отделочный материал на пол. Спальня стоит из двух вещей. То есть гардероб большой. Гардероб. Выход на террасу. У нас есть небольшая терраса у спальни. Мы как раз сейчас будем закручивать с вами. Она такая небольшая, под крышей, но уютно, чтобы можно было наслаждаться лесом, который полностью, вот этот лесной массив, до воды, идет на... до истры. Соответственно, здесь также сделан. Видите, вот обратите внимание, здесь такая пустота, да? Потому что такой высокий потолок никому не нужен. Вот и чересчур. Делать прямой потолок, наверное, тоже не очень хотел бы. Поэтому мы сделали такой наклонный потолок. Сделали его в виде такого домика. Вот он идет четко, домик. Здесь будет, опять же, видно, стоят элементы потолка. Они будут набираться в потолочное покрытие. Вот первый этаж. Второй этаж мы не пойдем, потому что пока еще нет пола. Когда сделаем пол, мы сейчас заканчиваем монтировать все на первом этаже. Смонтируем все коммуникации, касаемые вентиляции, кондиционирования, увлажнения. Избудут все системы. Закроем полы и перейдем на второй этаж. Чуть позже. Пойдемте посмотрим гараж. Мы, кстати, редко делаем гараж из дерева. Но вот этот гараж, который мы построили, я думаю, это очень правильно решение. Ну что, построили гараж. Гараж сделан из бруса. Мы считали, каркасные с отделкой стоят примерно столько же. По-моему, красиво вписался. Здесь на две машины гараж, здесь дом персонала и котельная. Как получилось, чуть позже. Знаете, это самый непростой, пожалуй, объект, который строит моя компания. Мы обычно не беремся за дома, отделка домов, которые сделали не мы. Но в данном случае мы взялись только потому, что это хонг. Причем, хонг нам досталось, мягко говоря, в ужасном состоянии. Плюс, он еще проставил много лет. Поэтому нам пришлось все закрывать, переделывать, здесь работает прекрасный дизайнер. Мы сейчас, видите, пробуем увеличить, то есть, мы утепляем веранды. То есть, мы пытаемся из этого финского дома сделать русский. все плохо, лестницы неудобные, потолки низкие, все. А уж качество материала, видите, мы все закрыли, все за уголки, потому что этого показывать нельзя. Ну, бог себе, не об этом. Сейчас мы поговорим о том, что мы здесь делаем и что осталось. Вот остались финские окна, которые, наверное, мы будем уговаривать заказчиков перекрасить. Объединили маловато места. Здесь вот зона столовой и как-то вот эта веранда, она бестолковая, поэтому она не нужна. То есть, никто не будет сидеть, а вот сделать ее теплой и объединить и тогда уже столовая становится большой, потому что вот эта зона каминная зона. Здесь будет стоять мягкая мебель, здесь будет стоять камень в этом месте на входе. То здесь как бы хочется уже сделать зону поприкольнее. Вот стол, который будет стоять в стекляшке, будет выглядеть гораздо лучше. И дом как-то становится уже больше по размеру. Эффективнее. И так по очереди малевать, я уж тут тем более. Поэтому мы уже выходим на финиш, и дела. То есть, заказывается мебель. Есть очень много все закрываем встроенной мебель. Очень много конструкций. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова